МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зато Саров спортивный. Фраза, конечно, заезженная, но ведь не поспоришь. Одни хоккеисты пробились в плей-офф, другие с двузначным счетом громят оппонентов по всей области. Про школу акробатики и вовсе говорить нечего. Пятикратный чемпион мира по прыжкам на двойном мини-трампе наш с вами земляк. Анастасия Седовой за олимпийскую медаль памятник можно ставить. Хорошего спорта стало так много, что за всем просто не уследишь. Поэтому сегодня мы решили узнать о том, как и чем живут саровские баскетболисты. А помогут нам в этом директор баскетбольного клуба «Атом» Алексей Ковтун и капитан команды Сергей Ишеев. Алексей, Сергей, я когда готовился к интервью, с удивлением для себя обнаружил, что очень тяжело найти информацию о баскетбольном клубе «Атом». Ну, как-то почему-то так получилось, что в интернете нет ее. Наверное, вы скрываетесь с радаров. Расскажите, пожалуйста, мне и телезрителям, как вообще появился баскетбольный клуб «Атом» и где он сейчас находится, в каком пространстве он играет. Ну, появился наш клуб. Наверное, нам сложно сказать, к какому году это привязать. Потому что сама по себе команда, сборная города, так называемая, мы начали играть, по-моему, с 2001 года. Ну, можно сказать, с 2000-2001. Да, как только федерация привела, скажем, в определенный регламент чемпионат области, вот примерно вот с этого времени. А сам клуб организовался в 2008 году, если мне память не изменяет. Немножко он просто по-другому назывался, как юридическое лицо. А команда, как она называлась «Атом», как в простонародье ее звали, «Атом», «Атом», «Атом». С 2008 года именно... Ну, официально по бумагам, с формой, с логотипом. Да. Вот, потом произошла реорганизация в 2013 году, в конце 2013 года. И уже сейчас официально, то есть, баскетбольным коллупатом город Саровск. А, кстати, из кого костяк формировался? Вот, Сергей, вы когда в баскетбол начали играть? Я вообще начал с первого класса заниматься. Это какая-то секция или просто на уроке физкультуры? Нет, конечно... Детская юношка? Да, детская юношка, спортивная школа. Вот, то есть, у меня друг туда заманил, так скажем. И все, и затянуло. Сразу зашло или надо было поиграть немного, чтобы понять, что такое? Да нет, наверное, сразу. Такие вещи, либо они затягивают, либо не затягивают. Потому что до этого я ходил в несколько разной секций. Эффекта как бы не было в том плане, что меня не зацепило. Вот, а здесь меня сразу... Моё. Да, сразу меня привлекло это. И мне понравилось. А что именно понравилось в баскетболе? Ну, что понравилось? Наверное, вот эта вот динамика, наверное, мяч, вот эта игра, да, там, коллектив. Вот, наверное, вот это вот завлекло. Потому что в баскетболе все развивается очень быстро, да, на площадке. Здесь больше, ну, я бы сказал, больше общения, да, там, с своими, с соперником, да, вот этот контакт идет. Контакт, ну, не такой, как в хоккей, когда могут зубы повышибать. Ну, и здесь могут, вышибая это уже посмотреть, многие играют с капами так же. Ну, и считается, что джентльменский вид спорта. Потому что отношение к судьям немножко другое. Судьи, соответственно, так же, то есть к сопернику, может быть, где-то немножко другое отношение. Всегда руку подашь там, ну, в основном, да, когда падение происходит так или иначе. Ну, поэтому вот как-то вот отношение... Ну, и так сложилось, наверное, годами, наверное, десятилетиями, что вот смотрели, кстати, фильм «Вверх». Пока, к сожалению, не посмотрели. Ну, вот там, кстати, об этом было сказано, что джентльменский вид спорта. И поэтому всегда вот эта вот грань жесткости и какого-то уважения к сопернику, она вот прослеживается в баскетболе всегда. То есть понятно, что все заводятся, все там могут там и словечками каким-нибудь там, но это не принято. В целом это не принято, это и наказуемо, ну, и самое главное, что это не принято. Какая-то была за гранью. Вот это уважение всегда было, если будет в процессе игры, оно прослеживается. А, кстати, у БК есть какой-то свой стиль игры, да? Ну, какие-то команды, они играют от защиты, какие-то более агрессивные. Вот скажу так, Алексей подтвердит. Мы славились, наша команда всегда славилась защитой. Как бы тяжело там ни было, вот все, вот бывший костяк команды, характер был вот на этом. Потому что там мы сражались с такими командами, да, не только в области. По России. И по России, который, ну, закалил, так скажем, характер, где и ребята помоложе, да, там, и повыше, и помощнее. То есть оказывалось, что мы их выигрываем. Перебарывали. Да, а из-за чего? Из-за того, что вот самоотверженность, наверное, вот эта вот биться друг за друга сказывалась на результате. То есть друг за другом. Вырывали просто-напросто победы. Сергей, а вы форвард или защитник? Я, правда, не знаю, как правильно называется в баскетболе. Я защитник, получается. А, вы защитник? Да, ну, это в баскетболе, это вот не как в футболе, да, вот ты защитник, ты там стоишь. Здесь просто номинально вот называют защитник, там, форвард. А на самом деле каждый, он и защитник, и форвард, там, и может и центровой быть, там, я не знаю. У чужого кольца ты форвард, у своего защитника. Да, 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 так что это просто чисто вот номинально названная позиция. А так... Ну, есть, да, если вот, допустим, есть в противоположной команде лидер, там, да, вот именно снайпер, и так или иначе, и в каждой команде все равно есть человек, который, ну, лучше всех защищается, или там несколько человек, да, естественно, персонально вот уже им удается выключить лидера максимально из игры. Но в любом случае это командные действия. Просто ему приходится больше всего именно акцентироваться именно на вот том игроке, которому задачу поставили, чтобы его исключить максимально из игры. А у нас в команде есть вот такой свой Джордан, который бежит в воротам, ему дает пас, с его задачей вот эти, там, 2 или 3 очка вколотить. Ну, у нас есть снайперы, да. Да, есть, так скажем, уважаемый наш, тоже уже, можно сказать, ветеран Дмитрий Климов, наш снайпер. Много команд он хоронил своими трехами. Александр Баринов, очень жестко, смотверженный, я не знаю, там, мужественно под кольцом, под чужим, под своим работает. Сергей Шиев, тоже снайпер. По большому счету, ему, снайпер же это еще что. Когда в тяжелую минуту, понимаешь, у тебя остается мало времени на атаку, всегда стараются довести мяч именно до лидера атак, да, чтобы он все-таки решил. Неважно, трех будет проход под кольцо, то есть ему приходится в сложные моменты брать игру на себя и доказывать, что нету равных ему в данный момент, скажем так, да, и никто с ним справиться не может. Поэтому вот на таких игроках в тяжелую минуту лежит дополнительная ответственность. И тренер подстраивает, соответственно, под определенные комбинации, скажем так. А в ваших играх бывают моменты такие, знаете, как из кино, когда вот звучит сирена, и за там полсекунды до этого мяч утрывается от рук и летит трехочковый. И от того, попадет он или не попадет, зависит. Не раз было такое. Даже мною сделано. Опять же, возвращаясь к соперничеству, за Волжьем. Они свое... Давно-давно, они еще выступали в Пермистер-России, наверное, да, там какой-то. И у них играло два темнокожих игрока. Легионеры. Легионеры, да. И конец игры было. Значит, у них под два метра, наверное, такой был Серж, по-моему, что ли. Ламу. Серж и Ламу какой-то. Вот я не помню, какой он высокий. Он там два метра. И получилось так. Ну, мы проиграли эту игру, потому что уровень маленько был не тот. Я подбираю мяч, и вот он стоит передо мной, вот, большой вот этот черный человек. Такой шкаф-бук микровый. Да. Я ему прокидываю в очко, мячик, отбегаю и кидаю, не доходя до центра, и забиваю. Ну, мы не выиграли эту игру, но на последних секундах игры это вот было такое. Ну, опять же, с Сергеем Васильевичем у нас был год, 2006-й, когда у нас был финал четырех, первый финал четырех, второй, который проводился. И вот, игра, опять же, с Завожем в полуфинале, когда мы проигрывали, потом догнали их. И там сколько-то, наверное, секунды две, наверное, осталось, наверное, до конца. И мячик у нас, и Сергея Васильевича выбрасывал. Здесь еще важно пас отдать точный. Вот можно где-то сравнить с пасом ЕДЭшко опять из того же фильма «Движение вверх», когда он за вот это короткое время отдал пас под кольцо нашему центровому Александру Кулькову. И тот умудрился, там, понятно же, кучу рук, там же надо еще его выхватить. То есть он его забрал, и на нем сфалили. То есть за секунду до конца. И надо было забить два штрафных, чтобы выиграть. Он их, хоп, забил. Еще там осталось немножко времени на атаку у Завожия, но физически им не хватило просто уже ее провести. То есть не киношная драма, какие-то ситуации не было. Поэтому вот этот пас, он был в результате, естественно... Таких моментов-то много, да, в баскетболе просто... И турниры у нас были, конечно, такие были. Броски на последних секундах. Саша Галкин тогда забил. Нам очень важно было играть тоже на последних секундах. В трех он тогда забил, чтобы мы попали в финал четырех. То есть Климов, когда первый год стали чемпионами. Дмитрий Климов. Да, да, еще 2001 год. Отводилось отыгрываться из-за невероятно плохих ситуаций, когда развив там 15-20 очков. Приходилось 18 было, да. В Казани, помнишь, тогда ездили по России, проигрывали 15 очков. Потом тренер у нас немножко ротацию состава сделал, и мы эту ситуацию, как говорится, вернулись в игру. На характере на зубах. Да, да, да. Причем команда-то в Казани была очень неслабая, они там где-то там играли. И мы умудрились переломить, они сами как бы немножко такие в шоке были. Это в Казани вы имеете в виду вот финал четырех? Нет, первая лига, мы играли по первой лиге России. Вот она и сейчас проходит, просто какой-то будет период, опять же, да, перестройки команды. И уж если туда заявляться, то заявляться надо, чтобы какие-то задачи стояли, да, чтобы все-таки показывать какой-то уровень игры. Надеюсь, мы опять вернемся в этот формат. Может быть, в следующем году, не знаю. Но, по крайней мере, пока мы к этому идем, обыгрываем коллектив, чтобы у нас была полноценная команда, с которой там не стыдно, да, выходить, играть и решать определенные задачи, да. Чтобы было, опять же, да, это... Мы заинтересованы в этом, опять же, с той стороны, чтобы сюда, к нам в город, приезжали не только команды с Нижегородской области, а команды там с ближайших там округов, областных центров России. Ну, тут, понимаете, я, кстати, забыл уточнить, а мы сейчас в каком выступаем, можно сказать, слое баскетболу? То есть, любители, профессионалы, полупрофессионалы? Ну, понятно, не профессионалы. Ну, да, можно, серьезно, то есть, понятно, что это считается любительский чемпионат. То есть, люди с работой просто, которые свободно время занимаются. Ну, профессионалы, это те уже, которым платят деньги, это их работа. То есть, они с утра до вечера там проводят тренировочный процесс, соответственно, выезды и так далее, и тому подобное. Вот, но, как бы сейчас очень сильно развивается вот межрегиональная любительская баскетбольная лига, под ее гидой как раз проводятся все вот чемпионаты областей, потом, которые дальше трансформируются в округа, чемпионы областей играют в округах. Дальше чемпионы округов уже играют в суперфинале. Вот, и в том году, вот, мы как раз попали в привожки в федеральный округ. Ну, об этом уже писали и много говорили. Вот, показали там характер, заняли второе место, благодаря чему поехали еще и в суперфинал. То есть, попали в 16 лучших команд России. Вот, поэтому, а вот уже вот этот уровень, даже уже на уровне округов, уже можно сказать, что это полупрофессиональный. Потому что там играют ребята, которые еще в недавнем прошлом были профессионалами. Просто кто-то в силу там травм пока восстанавливается, там его можно заявлять. Там же есть определенный регламент, что нельзя играть профессионалам, которые заиграны там, допустим, в АТБ там или еще там профессиональных лигах. Но, либо люди заканчивают играть в силу каких-то причин, там, семейных, там, травм и так далее. И они, соответственно, это же их любимая игра. Это мы по себе также судим, да. То есть, они так резко не могут им бросить. Это люди из высшей лиги. Поэтому они просто переходят в любительский баскетбол. Просто там меньше времени надо тратить на баскетбол, больше как бы семье уделять там и так далее. Но от этого, естественно, уровень команд, он растет. Поэтому это уже на уровне, скажем, округов, это уже полупрофессиональный, я считаю, вид, скажем тогда. И вот сравним, наверное, то, что сейчас первые лиги России проводятся, да. Собираются команды полупрофессиональные, скажем, все равно считаются любительские, по большому счету. Это уже примерно такой уровень довольно серьезный. Вот там играют и бывшие чемпионы Европы, и люди даже, которые с NBA тут вернулись. Вот пишут же там подгрузку, да. Поэтому вот надо отдать должное организаторам вот этой лиги, что вот сейчас они и так ее раскручивают. И очень там, не помню, там порядка уже несколько тысяч команд участвует по всей России за выявление чемпиона Межрегиональной любительской лиги. Поэтому для нас это был большой опыт. Он для нас был первый раз. И, скажем так, естественно, это сказалось на итоговом результате. Потому что в суперфинале там уже, естественно, играли очень сильные команды, где-то немножко нам там опыта не хватило, где-то там мастерства, где-то усталость, потому что это же целый марафон. Ты играешь каждый день. То есть тут и физический подход, и травмы, которые накапливаются в течение всего сезона. Все-таки немножко команда у нас возрастная, поэтому есть некие моменты, которые, конечно, сказываются. Ну, мы, естественно, не жалуемся нисколько, да, мы получили бесценный, на самом деле, опыт, благодаря которому сейчас вот мы чувствуем себя более уверенно. Я надеюсь, да, и в этом сезоне не будем на этом останавливаться. Постараемся как бы дальше так же успешно выступать. Все зависит только от нас, поэтому будем в этом направлении работать. А если говорить о перспективах вообще развития в Сарове и баскетболу, то как вы думаете, там, к чему имеет смысл двигаться, там, к профессиональному клубу типа ХК Саров, который, в свою очередь, фармплощадка для какого-то нижегородского? Или, в общем, это пока задача, которую, ну, преждевременно ставить? Основная задача, конечно, это, чтобы у нас детская спортивная школа функционировала, ну, на максимальную мощность, если можно так сказать. Потому что без подпитки детей, без развития вот именно детского спорта, конечно же, основная команда не может нормально существовать. Либо это, получается, брать игроков со стороны, что, ну, неправильно. А есть еще места в секциях? Ну, конечно, конечно, призываем приходить. Мы, пожалуйста, приходите к нам в команду. Поэтому мы там, все равно же какие-то приезжают молодые специалисты, так иначе, там, да. Пусть приходят на тренировку, все известно, там, когда у нас все это проходит на игры. Мы готовы в команду брать игроков. Ну, естественно, они должны понимать, да, то есть подходишь, не подходишь. У нас, опять же, есть команда, которая играет в зоне юг, ну, там, чуть-чуть пониже уровень. То есть играть в баскетбол у нас возможность есть. На разных уровнях. Конечно, да. Вот. Ну, что касается юношеского спорта, да. Опять же, ну, это во многих городах, наверное, которые не являются областными центрами, есть такая проблема. Студенческий баскетбол. То есть, если вот он есть в каком-то городе, есть команда студенческая, которая выступает в лиге АСБ, очень такая лига. Студенческий баскетбол сильно развит в России. Вот. И популярен, опять же. Если такая команда есть в городе, то, соответственно, проще основной команде игроков оттуда уже выдержать, потому что они там получают опыт уже ближе к мужскому баскетболу. В Америке студенческий баскетбол, по-моему, основная кузница. Поэтому это одно из основных, что у них и команда соответствующая уровне игроков, у них там выбрать из большего количества народа, ну, проще, конечно. Поэтому студенческий баскетбол, если у нас получится это задвинуть с места, скажем, тогда, это, во-первых, и очень популярно для молодежи. Опять же, нужен зал с местами. Опять же, мы упираемся в определенные моменты, которые мешают немножко развитию, так или иначе. Показать людям, что такое баскетбол. Для этого нужна площадка. То есть, победить можем, чтобы это увидело человек 300-400, не можем. И, опять же, студенческий баскетбол. Понятно, что везде нужны деньги. Ну, опять же, и поддержка с администрацией, института, там, я имею в виду, САРФТИ, там у нас есть еще и профтех, честно, как называется? Училище. Нет, оно же не училище. СПТ, политехникум? Да, да, да. Вот, опять же, на базе вот этих двух учреждений можно делать команду. Все же зависит еще от того, понятно, пока своих нет, мы можем пригласить со стороны ребят, которые готовы там учиться, потом дальше жить. Ну, станут они саровчанами, в конце концов. То есть, поэтому это вот тоже одна из приоритетных задач. Без которых, как бы, основной клуб существовать не может. А уж на каком уровне нам играть, понятно, что на профессиональном уровне финансирование нужно совершенно другое. Но к этому надо идти поступательно. В первую очередь, нужно, чтобы фундамент заложить. Опять же, о чем я и говорил, да, дети и институт. Если вот это все будет выстроено, дальше уже можно будет говорить о возможности, возможности участия там в более профессиональных лигах. В общем, дети, студенты, а потом, если уже все развернется, можно и профессионалы быть. Можно, ну, утрированно, да, там найти спонсора, хотя это не так просто, да, заявиться. То есть, есть деньги, покупаешь игроков, привлекаешь и играешь. Но на чужих игроков, ну, опять же, и народ не так пойдет. И много будут говорить, и мы сами понимаем, что это не развитие баскетбола. Вот он сегодня здесь, завтра его нет. Деньги есть, завтра денег нет таких, там, да, все, команда развалилась. Поэтому должно быть сначала выстроено все вот до определенного момента. А дальше уже, так или иначе, будет понимание. Надо нам идти туда выше, да, опять же, инфраструктура, зал есть, нет зала там. А, скажем так, Сергей Юрьевич Панов, наш министр спорта, в принципе, он, конечно, заинтересован, чтобы так или иначе была какая-то команда в Нижегородской области, ну, чтобы, ну, типа фарм-клуба или еще чего-то такое. Но, опять же, вот эти все сложности, они накладывают определенные моменты на вот развитие в том или ином направлении, скажем так. Все возможно, да. Надо работать. Но хотелось бы, чтобы, да, вот была вот именно вот эта база, вот эта вот платформа, на которой бы вот ниже планки этой, чтобы мы не опускались, да, вот. Алексей и Сергей, время для нашей завершающей рубрики «Опросник просто» в этой вазе бумажки с вопросами. Вытаскивайте любые три, ну, допустим, Алексей, и по очереди отвечайте. Пожалуйста, можно прямо сразу? Ваши самые характерные черта. Ну, если применительно к спорту, наверное, это нетерпимость, скажем, я сам привык пахать там, да, скажем, не жалея себя. И когда я вижу, что кто-то там не выполняет там, ну, тренировочный процесс там или выиграет где-то что-то, я вот это не терплю. Халярщиков не жалуйте. И, естественно, где-то злюсь, так или иначе, вот не терплю и все. Ваши любимые литературные герои. Да, интересный вопрос литературных героев. Герои или, кстати, герои? Герои, герои. Хотя бы даже из детства. Ну, наверное, больше, наверное, из детства это, наверное, сказки какие-нибудь, да, возьмем. Всякие богатыри, наверное, Робин Гуты, да, вот. Вот, такие герои, так скажем, да, наши. Те, кто не боится трудностей. Да, наверное, скажем так, согласен. И последний вопрос вам сам задам. Что является вашим главным недостатком? Ну, моим, наверное, все-таки, опять же, да, вот, братья депутатства и так далее, пытаешься себя контролировать, очень много общения там, да, и с людьми. То это в команде, и опять же, вот, да, я шутка, наверное, где-то бываю несдержанным в силу какого-то своего, может быть, характера. Вот это я, как бы, стараюсь себе иногда бороть вот эти вот, вот это вот, не совсем это мне удается иногда, но стараюсь. Ну, вот, где-то несдержанность, она сквозит. Иногда это выливается, ну, в семью. Иногда это и не несешь, понятно, к людям, да, поэтому иногда срываешься дома. Поэтому то, что я вот не бегаю уже два года, да, тут, кстати, вернулся немножко. Посмотрим, как дальше после трам. Обычно плохие эмоции вылетали там, на игре. А вот сейчас как бы немножко это все в себе перевариваешь. И вот жалею иногда, что в семье приходится как-то вот нести. И все мы люди. Ну, я, наверное, вам все скажу, есть у меня такая черта раздражительность. Вот что-то мне вот не нравится, там, или вот люди что-то там скажут, да, там, за глаза, либо неправду. Вот меня вот это вот больше всего возмущает, раздражает. Ну, я человек такой, что я быстро отхожу и нахожу контакт. Алексей Сергей, большое спасибо за интересное. Спасибо вам большое отношение. Я надеюсь, да, что у баскетбольного клуба светлое будущее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!